Медоносных пчел очень много врагов из мира насекомых и птиц. Одни из них уничтожают взрослых особей или паразитируют на них. Другие разрушают восковые постройки, вредя расплоду, поедают пергу и воруют мед. Практически все насекомоядные птицы опасны для пчел, но некоторые виды в состоянии практически уничтожить пасеку. Золотистая щурка Самая опасная из птиц для пчеловодства, так как ее рацион на 80-90% состоит из пчел. Одна особь может съесть за день 700-1000 пчел, которых отлично ловит на перелете, но может и на поле, в пасеке. Щурка хватает добычу длинным узким клювом и возвращается с ней на дерево. Чтобы отделить жало насекомому, щурка с силой прижимает ее брюшко к ветке, кончиком клюва ловит насекомое несколько раз, бьет ее с правой или левой стороны об ветку, на ужаливание не реагирует, возможно даже не замечает, живет колониями, воровая норки в земле, обычно на крутых склонах рек, оврагов. При отлете в конце сезона запечатывает гнездо пробкой из глины, в следующем году возвращается на то же место. Губительно для пасек. Колония птицы рядом с пасекой быстро изводит всех летных пчел, поскольку щурка в золотистые занесена в красную книгу, уничтожать ее нельзя. Сыркопуты Сыркопуты Птицы-пчелоеды, ведущие хищнический образ к жизни. Эта птица необычна тем, что питается не только пчелами и другими насекомыми, но и мелкими грызунами, ящерицами, то есть является и хищником. А крас у птицы блеклый. Сочетание серых, черных и коричневых тонов. А клюв напоминает клюв орла. Сыркопут Весьма ловкая птица. Она поджидает пчел вблизи ульев, а может даже поймать особь на риту и съесть. За счет своих навыков наносит серьезный урон ульям. Различают несколько видов крылатых хищников, промышляющих на пасеке. Это чернолобый, красноголовый, сорокопут и сорокопут жулан. При разделании добычи большого размера зачастую накалывают ее на шипы, проволоку, для удобства растерзания. Синица Это маленькая птичка с зеленовато-желтым окрасом и небольшим клювом. Есть под виды с синеватой головкой. Обитает во всех регионах. Период активности круглогодичный. Наиболее активны зимой. Они обманом выманивают зимующих насекомых из клетки, постукивая клювом по улью. Еще птицы опасны тем, что будоражит рой и нарушает режим спячки. Проснувшиеся не вовремя пчелы могут заболеть, отмиреть, легко разрушают улью и спинополистиролу, создавая проход внутрь и начиная поедать семью изнутри. Однако у синицы есть полезные функции. Поедают подмор, уничтожают больных или старых пчел, охотятся на других вредителей, например, пауков. В летний период на летающих работницах обычно не охотятся из-за обилия другой пищи. В зимний период они опаснее всех. Пчелаед, по-другому осоед. Пчелаед, хищная птица, спинка темно-бурого цвета, брюшко светлое с темно-бурыми пятнами. Тело в длину достигает 65 сантиметров. Обитает в России повсеместно. Пчелаед веет гнезда в мае. Самка несет 3-4 яйца серого цвета с темно-бурыми пятнами. Пчелаед питается осами, пчелами, шмелями, нередко отрывая гнезда. Шмеля и осы живучи в земле. Поедает куски сотов с расплодом. Размещается в радиусе лета пчел. Массово истребляет их. Пчелаеды, попав случайно на воздушную дорогу пчел, которые они летят с пасеки, на взяток и обратно начинают охотиться за ним до тех пор, пока не набьют свои забыты. Та отказу. Применяет специальный прием предлога лежащих насекомых. Хватает добычу поперек тела, откусывая кончик ее брюшка вместе с жавом, а затем проглатывает добычу без жава. Наносит существенный вред пчеловодству. Нельзя размещать пасеки вблизи местами не сдавания пчеловедов. Ласточки, стрижи и скворцы редко питаются пчелами. Ласточка ведет перелетный образ жизни. По России встречается 10 из 75 видов. Птицы держатся в стае, проживающих в плечных долинах на мугах вблизи гористых местностей. Приспособились к городским условиям. Ласточки питаются жуками, комарами, мошками, знячками и бабочками. Ласточки обычно ловят пчел по ошибке. Стрижи. Главная особенность заключается в развитии высокой скорости перед поимкой и добычей. Охотятся стрижи. Обычно вблизи садов и зарослей цветущих деревьев. Питаются стрижи насекомыми, летающими в воздухе. Поэтому добычей иногда становится представителем пчелосемей. Однако единичный перехват не наносит значительного ряда опаски. Скворцы. Редко питаются пчелами. Рабочих хвост беловит случайно. Основу рациона чипы, личинки, бабочки, кузнечики, пауки. Состав питания дополняет растительной пищей, семенами, плодами растений. Пчелы интересуют скворцов только при отсутствии другого пропитания. На этом наш обзор подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки или дизлайки. Всем добра и мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok